Приветствую вас, Кирилл. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Мне кажется, что в первую очередь вам нужна поддержка, в первую очередь вам нужно почувствовать, как мне кажется, что кто-то на вашей стороне, что кому-то не все равно. Вот по поводу вас и вашей ситуации, вашей истории. Вот. Мне кажется, что вам нужна сейчас психотерапия. Это вот если так вот посмотреть на эту ситуацию, да, несколько вот ну как бы несколько глобально. Самый шпион, ну самостоятельно вы скорее всего не справитесь с этой ситуацией, вот. Иначе бы вы из нее бы вышли уже давно, вот так. Я думаю, что вам с лодом будет самостоятельно все исправиться, вот. Действительно, хотелось бы спросить у вас, вот. Как вы в целом относитесь, пожалуй, к своей маме, наверное, сначала? Как вы ее воспринимаете? Что вы о ней думаете? Чего вы для нее хотите? Вот. Второй момент, который тоже довольно важно обсудить это, что вы вкладываете в слово «любовь», когда говорите, что любите свою, например, жену, вот. Причем вы это говорите так вот достаточно, получается, неуверенно, вот. И, конечно, хотелось бы как-то этот момент заточнить, потому что, ну, то, что вы любите человека, который вот, он называет вас там маме-козлом, и, собственно, вставляет это, так понимаю, продавать ее ювелирные украшения, а вы просто за этим наблюдаете, ну, взгляд вопрос, вот. Следующий момент, на который, как мне кажется, нужно обратить внимание, этот момент, связанный с тем, что вы к вас говорите, что как мужик вы полный ноль, а вот, тут тоже довольно интересный аспект, что вы понимаете под полным нулем, то есть, что вы понимаете под мужиком, вот. То есть, вы считаете, что мужик это тот, кто зарабатывает в фигнике мира или как? То есть, нет, конечно, хорошо и здорово, когда мужчина зарабатывает, хорошо и здорово, когда у человека, как бы, ну, есть возможность зарабатывать, но почему вы сводите свою ценность, как вот мужчина, только к деньгам, вот, в данном случае, я бы сказал, не совсем понятно, потому что, простите, есть разные вещи, есть разные проявления, так сказать, мужественности, вот, есть разные проявления мужественности, на мой взгляд, и это далеко не всегда касается только денег, конечно же, вот, то есть, это вот, очень важный момент, но вопрос, как бы, заключается в том, что там, где вы оказались сейчас, по сути, то есть, вот, ну, как бы, в том месте, где вы сейчас оказались, вы оказались не случайно, то есть, вы вот как-то пришли, и к этой работе, вот, на которой вы сейчас находитесь, вот, вот, а вы пришли к такой женщине, вот, которая с вами сейчас находится, вот, и каким-то образом, значит, вы в этом оказались, вот, понимаете, какая штука, вот, вот, и, на мой взгляд, как раз, вам нужно, вот, обратить внимание на этот аспект, потому что это, вот, такое ощущение, что в определенный момент вы просто действовали, а, ну, это как, не совсем осознанно, вот так я бы сказал, вот, то есть, здесь вот важно разобраться в ваших ожиданиях, вот, в том числе, в том числе, важно разобраться в том, что вам хочется, вот, на что вы, там, грубо говоря, можете рассчитывать, и так далее. Все эти моменты, как мне кажется, достаточно важны для того, чтобы вам немножко скорректировать свое положение. Вот, да, безусловно, это будет непросто сделать сейчас, с точки зрения, с точки зрения изменения ситуации, вот, но, как, опять же, сказал мой коллега, вот, все можно гармонизировать, ну, то есть, как бы, любые, любые отношения можно гармонизировать, вот. Вот, в принципе, такой аспект. Ну, и, конечно, работа с самооценкой вам требуется, вот, с личными границами и так далее, вот. Вот такой момент. Вообще, не кажется, что вы боитесь ответственности, вот, и боитесь принять решение. Вот, боитесь, может быть, ошибок, потому что то, что вы описываете, это как будто бы бегство от ответственности. Да, вам нужно принять решение, да, решение, а-а-а-а, могут быть не легкими, не легкими, вот. могут иметь негативные последствия достаточно серьезные, это правда. Но то, что вы избегаете сейчас принятие решения вредит вам, вашему сыну, вашей жене и вашей маме. Так что тут, конечно, решать вам. Как-то так. Я бы рекомендовал вам почитать психологическую игру, прочитать про проугольник Кертмана. Вот. Я бы рекомендовал вам почитать про психологическую игру Тупик. Вот. И я бы рекомендовал вам просмотреть возможность именно работы с психологом. Вот. Если, конечно, у вас есть такое желание. Естественно, этот момент решать только вам, исключительно вам и большинникам. Но надеюсь, что решение вы примете прямо с альтернативой, но не очень хорошо. То, что вы любите своего сына прекрасно, то, что вы любите свою жену прекрасно, но нужно, мне кажется, разобраться в ваших чувствах и убедиться в том, что чувствуете вы именно вот то, что чувствуете. То, что вы не путаете, не путаетесь в своих чувствах. Вот. Это важно. На этом всё. Пожалуй, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Ответ это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Она вам необходима. Спасибо.